Алмаз Северянович, мне все же хочется понять, это некая третья сила? Это оппозиция или просто группа людей со схожими мыслями и идеями? Нужно сказать, что это не попытка организовывать какую-то определенную силу. Мне кажется, что это естественный процесс, движение. Просто это не новая организация, это, судя по всему, коалиционный блок. Очень много примеров, я сейчас не хочу приводить пример, но очень много примеров, когда люди, объединенные или организации, объединенные общими целями и задачами формируются в блоке. Это в свое время и форум народной партии, позже переросшего партии, форум народное единство, это и координационный совет, это и блок оппозиционных сил, кстати говоря, и многие вот такие союзы, которые возникали на базе единых идеологических взглядов людей. Для нас, например, для общего дела и для меня в большей степени это группа единомышленников, которую мы нашли в ходе выборов. Это не имело прямого отношения к самим выборам, потому что мы об этом заявляли и во время выборов, если вы помните, то есть на прямом эфире, я об этом говорил, что тут есть группа единомышленников во взглядах, которые на базе общих взглядов формируется, коалиция невыборная, потому что, а иначе бы мы просто сняли свои кандидатуры в пользу одного кандидата, но мы этого делать не стали, все шло своим чередом, и мы уже понимаем, что мы и группа единомышленников по направлению, по взглядам решили взаимодействовать уже за выборами, заниматься проблематикой дальше. В данном случае это просто группа единомышленников расширяется и собираются вести дальше борьбу. В данном случае первичная задача это не власть и не победа в выборах, а это реализация комплекса задач, которые я уже там говорил на пресс-конференции. И один из главных вопросов, наверное, самое важное, это конституционные реформы. Но фраза, конечно, достаточно заезженная, но есть предложение, наше предложение по формированию некой уже во власти внутри комиссии по реформам, внутри которой положатся базовые предложения наши готовы, но комиссия нужна для того, чтобы можно было учесть все предложения, не только наши. Это и проблематика, мне кажется, одна из... Вот вторая, например, по значимости задач после конституционных реформ, это реформа правоохранительной системы, вы видите, в каком бы состоянии, все вещи системные, не личностные, они не касаются какой-то определенной личности, и мне кажется, вот все, что с нами происходит, это проблемы не каких-то отдельных персоналей, либо президента, бывших президентов, это ошибка системы, которую нужно исправить. В том числе и правоохранительной на следующем этапе, потому что неотвратимость наказания, она должна прийти, а иначе вы будете жить в стране, в которой вы можете придумывать любые правила, любые законы. Если их некому выполнять, эти законы, то в целом вы не можете реализовать ни один план, ни одну экономическую задачу вы не можете реализовать, ни одну политическую задачу вы не можете реализовать. И в этом отношении реформа правоохранительной системы, которая принесет с собой, не хочу подчеркнуть, не ужесточение наказания. В ряде случаев ужесточение наказания имеет обратный сект, а именно неотвратимость наказания. Наказание может быть не очень строгим, но оно обязательно наступит, понимаете? Ну и, конечно, нас объединяет просто общее видение крупных ресурсов государства, которые, как нам кажется, неправильно ими распорядились, и нужно приводить их на государственный уровень. Это и вопросы нефтедобычи, ущербного договора компании «Опсноуэлл», которая однозначно ущербна. И есть позиция многих людей за добычу, и кто-то говорит против добычи, но тут позиции нет ни за, ни против. Тут позиция в том, что даже если вы хотите добывать, на таких условиях, нищеньких условиях, грабительских, добывать нельзя. И общая позиция по вопросу электроэнергетики, где без сомнения, совершенно точно у всех есть однозначное мнение о том, что комплекс «Унгурю-ГЭС» должен находиться в руках государства, и на балансе государства, это даже, мне кажется, не обсуждается. И в соответствии с законом-то все так должно и быть. А все досуживают разговоры о том, что якобы это единый комплекс, который, и мы должны входить во взаимодействие по комплексу однозначно. Да, очевидно, мы должны входить в взаимодействие. Но только пусть грузинская сторона ставит на свой баланс свое водохранилище и плотину, а мы на свой баланс то имущество, которое в нашей стороне, и взаимодействие должно происходить на равных условиях, ни меньше, ни больше. И вот по кругу этих вопросов у нас есть общее видение, понимание. Мы будем дальше заниматься отстаиванием этих вопросов. Но это не последний вопрос, там есть целый перечень еще, но вот это база вопросов, на которых основан наш Союз. Как вы планируете работать? И готовы ли вы, скажем так, распахнуть двери для тех, кто поддерживает ваши идеи? Или все же новая организация – это некий закрытый клуб? Я не считаю, что это закрытый клуб. Любая политическая организация, объединение, которое, конечно, в первую очередь ищет подвижников, сторонников идеологических. В этом отношении закрытый клуб ни к чему не приведет. В этом отношении широко раскрытые двери для всех участников. Но, когда я говорю для всех участников, имеется в виду, в первую очередь, имеется в виду люди. Для нас люди не поделены по тем лагерям, по которым они поделены, для власти или для кого-то, может быть, из других политических деятелей. Для нас, вы видите, по Союзу самого тоже не существует этих старых границ реальности, где кто-то поддерживает кого-то президента. Все, он для нас никакого не существует. И в этом отношении у нас широко раскрытые двери. Другой вопрос, что, когда речь идет о самих политиках или чиновниках, особенно бывших чиновников, нынешних чиновников, отдельных личностей, которые, как нам кажется, достаточно дискредитировали себя уже, будучи властью, вот в этом случае думают, что нам вот опоры до Союза не нужны, мы их не ищем. А что касается людей, в этом отношении совершенно широко открытая дверь. И для всех, мне кажется, что за гранью этих выборов вообще новая реальность политическая сформируется, которая, я наконец, я очень надеюсь, что вот эти пережитки, там, 10-летние пережитки, где общество было поделено на два лагеря, тех, кто поддерживал нынешнего президента, и тех, кто не поддерживал его, мне кажется, они окончательно уйдут в прошлое, и можно будет формироваться по-новому. Чем вы заняты сейчас? Вы уже приступили к активной фазе в работе? Ну, во-первых, мы вопросами технического слияния уже занимались до, еще до выборов, как бы, ну, как бы, глупо было не понимать реальности в этой связи. Мне кажется, для, ну, по крайней мере, для меня это совершенно точно было, и все, кто меня окружает, совершенно точно знают, что участие в выборах – это была возможность представить свои идеи, возможность презентовать те планы и идеи, которые существуют, и, мне кажется, в этом отношении были достаточно удачно представлены. Я не думаю, что процент, который есть у меня или у остальных кандидатов, он в полной мере отражает реальность. Но, как вы знаете, ладно бы там мои, там 2%, но, как казалось, были те разгонки тоже, и остальные кандидаты, которые 4%, 5%, 6%, вот такие показатели, внутри которых, наверное, нельзя ни о чем серьезно говорить. Относятся ли людям к ним, к их идеям серьезно? Думаю, да. Другой вопрос, что страна доведена до такого отчаяния, до такого ужасного отчаяния, когда люди, например, там много факторов, люди доведены до ручки и готовы голосовать, даже поддерживая вас, например, или кого-то другого, поддерживая ваши взгляды, готовы голосовать за бетон перед домом. Потому что никто после этого, очевидно, уже надежды нет, что никто что-то сделает, понимаете. Да ладно, я поддерживаю вот этого кандидата, да, он правильно говорит, правильные мысли, но если я вот сейчас не проголосую за вот этого кандидата, очевидно, мне передумано, что будет зияющая дыра 20 лет. Никто не отрицает факт массовых взяток, даже начиная от гуманитарной помощи, заканчивая там от небольших тысяч. Но люди доведены до отчаяния, где они готовы за небольшие деньги. Боже мой, я поддерживаю взгляды совершенно точно, но у меня через несколько дней дети идут в школу, мне дома нечего. Если вот эти 10 тысяч, которые мне дают, они в разы важнее моего личного выбора. Вот, мне кажется, как-то так. Чисто технически, да, мы сдевали предложение достаточно по широкому кругу людей, это и отдельные личности, и политические организации, и мы ждем либо согласия, либо не согласия уже после выборов. Естественно, мы не хотим будоражить среду, и поэтому планово занимаемся своей работой уже за грани выборов, когда уже там предвыборные баталии улягнутся, мы уже сформируем окончательно совет и какую-то очередную съезд, наверное, сделаем.